Глава нашего городского округа совместно с представителями муниципалитетов Находки и Большого Камня посетили наш военный госпиталь. Подробнее о событии расскажем в нашем следующем сюжете. В настоящее время в нашем военном госпитале находятся несколько десятков бойцов, проходящих курс лечения и реабилитации. Среди них военнослужащие разных воинских частей Приморья и бойцы, прибывшие со специальной военной операции. Главы Фокинского, Находкинского и Большекаменского муниципалитетов навестили военнослужащих, выразили слова поддержки, а также предложили свою помощь в решении личных вопросов. Военнослужащим, проходящим лечение в нашем госпитале, были переданы гостинцы, которые жители готовили специально для них. Это маленький, но сердечный жест, чтобы показать поддержку и благодарность за их службу. Видно, что моральный дух у наших бойцов высокий, уныния нет, а тем более, когда пришли люди с домашней выпечкой, с хорошими словами, от чистого сердца говорят, это очень поддерживает людей. Они еще сильнее укрепляются в правильности своего выбора. Они выбрали защищать наше отечество. Глава Находкинского городского округа Тимур Магинский внес свой вклад, передав в пользование госпиталю два телевизора. Мы только узнали, что сейчас в Окино военном госпитале у нас стали на лечение прибывать ребята со своего, наши, приморские, в том числе и с Находкинского городского округа. Мы приняли решение, что это наш долг обязательно посетить, проведать наших бойцов, выразить им благодарность за тот долг, который они отдают Родине. Ольга Серебренникова, исполняющая обязанности главы городского округа «Большой камень» вместе с Александром Барановым, пообщались с бойцами, проявили участие, а также обменялись контактными данными, чтобы в любой момент была возможность поспособствовать в решении любых возникающих вопросов. Важно, чтобы бойцы знали, что они и их семьи всегда могут рассчитывать на поддержку. Прибыли мы сюда помочь тем раненым военнослужащим, которые находятся на обеспечении, привезли необходимые материалы. Конечно же, от чистого сердца сказали спасибо ребятам, которые защищают нашу Родину, ну и пожелали им дальнейшего выздоровления. Сложившейся ситуацией самой большой силой является сплочение и единство. Очень важно поддерживать друг друга. Редактор субтитров А.Семкин